Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима и мы начинаем проходить с вами игру Яга. Поехали. Так, выбрать уровень сложности, ну давайте средний начнём. Так, поехали. Добро пожаловать, гости дорогие. Рад видеть вас, скажу привет. Что привело вас? Уж очень нужен ваш шанс совет. Яга-то костяная нога, яга великая. Ты хочешь управлять судьбой царя. На его трон я нашлю печаль, злой урок и беды. Угу. Законно царь, как все, был зол. И испытания не прошёл. Сказал мне убраться прочь. Лишь хлебом мог бы мне помочь. И когда стража прогнала меня от врага его дворца, я сразу выбрала заклятие и наложила на него проклятие. О, я уйду. Но знай же, царь. Как ты относишься к другим, тебе вернётся. Будь учтив. Кого преследует ужасное несчастье, займёт твой трон и свергнет в одночастие. Но если силы ты его убьёшь, всё царство превратится в прах и ценность ему грош. С тех пор он каждый день искал несчастного, кто к нему попал. И вот нашёл Ивана Кузнеца. Без оберега, без руки и без кольца. Яга, подруга, послушай, пойми. Опыт наш руками Иванова волю твой исполнить дружно. Кузнец. Так, вариант ответа. Ух. Вариант ответа. Ты работаешь в деревне, и ходит мала, что бедва ходит за тобой. Сломанные мечи, согнутые гвозди, раздолбленные шлемы, раскрошенные колёса. Всё, что когда-то либо сделал, превратилось в пыль. Ты приносишь всем несчастье. Так. Позволь мне всё объяснить. Однажды мы с бабулей были дома, и она сказала мне. О, Иван. О, Иван. Снова все мои иглы сломаны. Не мог бы ты выковать новые для своей бедной старой бабушки? Конечно, бабуля. Я сделаю для тебя несколько новых игл, которые будут настолько крепки, что им можно там что-то там... Не беспокойся. Если в мире есть невзгод, да, то я их преодолею. И коли будешь странствовать, ты поищи в путешествии себе жену. Ага. В общем, идём мы искать иглы какие-то. Так, управление право-лево. Нормально. Так, выйти. Позже в тот же день я шёл по прекрасному лесу. Ты даже не подозревал, что меня ждёт. Такая музычка, интересно. Так, бить. Бить, ага, вот. Кнопка бить. Ну, ладно, идём. Это у нас обучение. Мой путь был перекрыт. Мне пришлось пробиваться через кроны деревьев молотом. Ага. Так, это... Мне пришлось пробираться через острые шипы. Я быстро пришёл через них, чтобы не пораниться. Так, быстро пробил. Ага. Ага. Прыжки использует выносливость. Так, дикие животные. Вот и битва. Ой. Да что ж такое? Так. Ешьте сало, чтобы восстановить волю. Кю, сало. Использование магических предметов увеличивает ваше невезение. Ага. Интересно. Устав от боя, я нашёл... Я вышел на поляну. Там меня ждали проблемы. Так. Что за поляна? Лихо. Дорогой странник с красивым лицом. Что привела тебя сюда, в логово? Лихо. Бабулю на пороге оставил я. Сюда на поиски волшебной руды пришёл. Ты ищешь чары волшебные? Ты зашёл в тупик? Сопутствует ли тебе удача, мужик? Так. Удача. Сопутствует. Так, злой урок для слабаков. Я думаю, это всего лишь сказки. Усердная работа и терпение всегда дают свои плоды без опаски. Значит, ты не веришь ни во что. Всё с тобой ясно. Похоже, что судьба благослована ко мне. И не напрасно. Пойдём со мной, пока не похудел. Слопаю тебя. Ты как раз на мой ужин успел. На твой, типа, твой ужин, я твой ужин? Поздно уже, пора поесть. А так как раз, ты как раз оказался здесь. Теперь ты узнаешь, что злой урок это правда. Ведь это и есть имя моё. Это ты моя еда. Так, а я... Ух ты, да, тихо. Так, а... Так, тут даже молот можно бросать. Ой, меня убили. Когда устал от боя, я взбахнул я молотом с ключа. Она внезапно засмеялась, разбила молот, не боясь. Я бросился бежать под час. Без шанса на молитвы. И тут прервал вдруг мой взор топор в дереве торчащий. Но как удача вдруг настала, я понял, что рука застряла. И нанесла смертельный нож над головой моей. Ну что ж, пока она надо мной качалась, я вернулся, но попала рука под нож. Она просто... Она про руку, и я еле ноги уволок. Я побежал на кровь, лилась ручом капля за капля. Я думал, что умру. Но грохот услыхав, я брызгал кровью вниз упал. Тогда сознание потеряло, я слышал плаш. Он мой, оставь. Ух, меня спасли. В общем, мне руку так отрезали. И помню, что истекший кровью, проснулся я в деревне с адской болью. И что, это все невезение, что ли? Подумаешь, руку отрезали. Это очень грустная история, но она подтверждает то, что злой рук будет вечно преследовать тебя. За это я должен тебя изгнать. Я должен изгнать тебя и запретить возвращаться обратно. Но я милостливый, государь. Вместо этого я дам тебе шанс достать мне нечто ценное, что позволит вернуть тебе доброе имя. Попадали дальние, верни мне силушку богатырскую. Но ежели вернешься ты с пустыми руками, моя стража мигом прогонит тебя прочь. Так. Так. Он хочет, чтобы я вернул ему силушку богатырскую. А каким образом? Чтобы я смог отправиться в путь, чтобы отправиться путешествием, потребуется денежек, копеек. А кобыть, я добрый. Вот, возьми. Но используй их с умом. А теперь отправляйся в путь. Не возвращайся обратно без силушки богатырской. Так, все. Злой царь. Очень злой царь. Так, все. Отправляемся, значит, за силушкой богатырской. Искать царю. За силушкой. И вот. Началась игра. Обучение закончилось. Так. И чё? Куда идти? О, бабуля. Иван, мальчик мой. Я знаю, что случилось. Гадкий царь отправляет моего мальчика за 3-9 земель, вместо того, чтобы искать жену. Что ты собираешься делать, Иван? Что ж ты наш женой ко мне пристала? Нельзя напрасно тратить время. Задание получено. Не переживай ни о чём. Это шанс добыть золото. Вот. Четыре. Каждое испытание — это новая возможность. Я найду кое-что для себя. А ты прояви силу воли. Послушай меня сейчас. Я знаю историю, которая давно позабыта. В ней говорится о яблоке, которая может любого сделать таким же сильным, как и бык. Думаю, ты мог бы поднести этот фрук к царю. Яга знает, где его найти. К тому же... К тому же до неё рукой подать. Так. В общем, у Яги есть яблоко. Ну, это наверняка Яга — это молодильное. Так. Где Яга? Я не знаю, где найти яблоко, но Баба Яга сможет тебе помочь. И известно всё, что растёт в этих краях. Могущественная ведьма, живущая в чаще леса. Её избушка стоит на курьих ножках. И расскажу тебе старое стихотворение о ней. С опаской ночью ходит и в лесу. Там рядом Яга гладит косу. А против избушки череп на пике стоит. Разная людь о Яге говорит. Совет может дать колдостому дарить. А может, из печи. Приготовить её. Если ты найдёшь её, она сможет дать тебе ценный совет. Так. Я отыщу её. Я отправляюсь в Бабе Яге. Пожелай мне удачи. Я рада, что ты послушал меня, но ты же не собираешься идти с пустыми руками. Ей нужно будет что-то подарить в при встрече. Говорят, что лучший подарок для неё — это червивая кость и тряпка, пропитанная потом бедняка. Что? Так. Червивую кость, где её взять? Где я найду червивую кость? А кладбище, конечно же. Но не выкапывай её сам. Попроси гробовщика. У него должно быть кости из старых могил, которые он чистил. Так. А под бедняка где? Да, это легко. Поговорись с фермером-косарём, который живёт за церковью. Он самый бедный в крестьянной деревне. Он и его брат. Так. Всё. Я пойду к ним, бабуля. Попрошу. Вот возьми несколько копеек с собой. Тут немного, но это всё, что у меня есть. Не приступай, Иван. Помоги им, если понадобится. И зайди ко мне, прежде чем уйдёшь. У меня ещё много есть, чего тебе рассказать. Я хочу дожить до того дня, когда ты женишься. Прежде чем отправиться в путь, зайди в свой дом и смастери себе оружие. Оно пригодится тебе во время путешествия. И коли будешь странствовать, ты поищи в путешествии себе жену. Да что ж такое-то с женой. Ты пристала ко мне-то, а? Так. Зайди в дом и смастери себе... Смастерить себе так. Сковать. Починить и забрать. Обновить наковальню. Смастерить. Так. Нет, это нету... Я тут ничего не могу смастерить. Так. Руда. Я возьму с собой этот кусок руды. Возможно, она мне пригодится при изготовлении каких-нибудь предметов. Колесо телеги. Возможно, мне пригодится это колесо. И чё получается? Нажмите левый shift, чтобы использовать инструмент. Лучшая защита от нападения. Или был другой путь? Так. Левый shift. Это защищаться. Отлично. Выходим. Так. Это у нас торговец. Чё у него есть? Так. Торговец, который предлагает обереги. Так. Купить. Так. Повреждённый враг может уронить копейку. Это золотой зуб. Нечисть причиняет меньше вреда. Это локон русалки. И ржавая монета вы будете находить больше денег на своём пути. У меня на это ничего. У меня на это ничего не хватает. В общем, денег. Пойдём дальше. Так. Это всё торговцы. Вот золотые весы. Это всё торговцы. Так. Это чё? Взаимодействовать. Чё это такое? Бросить копейку. Ага. Ясненько. Просто копейку. Потеряли. Ладно. Так. Ты кто у нас? Кузнец. Не хочешь ли перед уходом получить благословение? Так. Попросим. Какое благословение, в общем? Бог даёт нам хлеб. Бог слышит. Бог с нами. Так. Хлеб подает с него, когда это нужно. Вы чувствуете, что кто-то слушает вас. Восстановление удачи при убийстве нечисти. Так. Ладно. Это ничего нам не нужно тоже. Пока денег нету. Пока мы только начали игру. Можно как-то, я думаю, освоиться. Так. А это кто? Дробовщик, что ли? Они украли крышу моего гроба. В этой деревне не дают ни жить, ни умереть нормально. Кто это сделал? Думаешь, был бы я тут, если бы знал это? Почему тогда эта надпись на моей могиле? Покойся с миром, если мне не позволяет даже этого делать. Почему мертвецу просто не оставаться мёртвым? В общем, кто-то снял крышку гроба с гроба и мертвец стал. Так. Здесь где-то должен быть гробовщик. Вот он, наверное. Ой, какой здоровый дядька. Добрый день, Иван. Я как раз тебя вспоминал. В каждой новом могиле моя лопата копает всё хуже и хуже. Она затупилась. Теперь словно деревянная ложка. И копать могилу ложка невозможно. Не так ли? Поможешь мне, кузнец? Так. Конечно, могу помочь тебе. Починить за пять копеек. Давайте починим. Я смогу её исправить за пять копеек. Прекрасно. Вот твои деньги, отличная работа. Теперь лопата гораздо острее. И я опять могу копать ей могилы. Ты помог мне, чем я могу помочь тебе? Так, червивая кость. Мне нужна кость гнилая, очищащая червями. У тебя есть что-нибудь подобное? О, у меня в карманах всегда найдётся парочка таких. Вот, держи. Её очень сложно сломать. Держи. Так, хорошего дня. Спасибо, Иван. Так, кость мы нашли. Это довольно-таки легко было. Нам дали кость и ещё дали пять копеек. Так. А вот он и кузнец. Иван, не встречал ли ты моего брата? Он должен был продать мою сену. Уже два дня прошло, а от него невесточки. Надеюсь, этот глупец не пропил всё до последней копейки. Зима совсем близко, нам нужна еда. Так, в общем, брату, скорее всего, надо быть помочь. Почему ты сам не продал? Брату всегда удается продать по более выгодной цене. У него хорошо получается договориться. Так, что я получу, если я найду его? У меня не так много денег. Но если ты можешь помочь вернуть мне мои гроши, я поделюсь с тобой. Если я найду его, ты дашь мне эту красную повязку, что у тебя на голове. Эту? Он защищает мои глаза от пота. Но я отдам её тебе. Я поищу его. Но с чего мне начать? Благодарю, Иван. Рынок, что рядом с фермами, он должен быть где-то там. Так, рынок, что рядом с фермами, он должен быть где-то так. Рынок, рядом с фермами. И где эти фермы? Так, это Горбовщик. Давайте пройдёмся по деревне, посмотрим, что тут как-то. Так, курица. Ой, курицу убить можно. Но я не хотел. Так, это что у нас? Так, это у нас тупик. Так, может, с деревни пора уходить? Так. Ворона, сказать. Отомлённая перелётом, птица взмахивает крыльями. Птица искосо смотрит на тебя. Так, подсказки. Не дашь ли мне подсказку, птичка? Не умирай. Хорошая подсказка. Так, у меня есть для тебя кое-что есть. Так. Ворон, ворон. Ну, по идее, хлеб можно дать? Вот. Вороне понравился хлеб. Так, а теперь подсказка. Так, может, принесёшь ты мне что-нибудь? Нет у меня ничего нету. Денег нету. Так, ладненько. Так. Идём тогда дальше. Ему не позови, идуешь. Куда он отправляется на этот раз? Так, Иван. Иван пойдёт брата-косаря искать. Иван отправляется в Пашиные земли. Туда я отправился. Так, а в какой день начинается? Если я права, это должна быть среда. В середине недели Иван может выдержать больше удара. В воскресенье, в день отдыха, Иван всегда останавливается после драк. Он пойдёт в понедельник. Отдохнувший Иван более быстрый. Так. Давайте пойдём в среду. Больше удара будем выдерживать. Получается, потом бить будут? Может, здоровья просто больше у нас будет. Так, вот. Проснулись. Так. Использовать магический предмет. Да, жарко. Очень жарко. Так. О. Ух ты. Ух ты. Сразбуй. Так, тихо. Перекатываемся. Ой. Так, собираем монеточки. Так, эта дырка какая-то не нужна нам. Так, идём, идём дальше. Ищем брата. Так, ух ты. Это было легко. Так, только куда идти? Тут ни карты, ничего нету, да? А, вот есть. Ух ты, а ты кто? Так, это пугало какое-то было. Так, а это чё за дырка? О. Нора какая-то. А это ящик с монеточками. Ой, как хорошо. Это... Это секретик какой-то, да? Монетки, медная руда, серебряная руда. Да. Руна-пи-руна. Что это? Непонятно. Ну, раздали, значит, пригодится. Потом разберёмся, что к чему. Так, это у нас деревня, это у нас пастух. Ты кто? Здравствуй, парень. Не можешь ли второму пастуху в беде? Расскажи, что тебя гнетёт. Посмотрим, что я могу сделать. Я боюсь за своих овец. Утром они ушли пастись, а мои умы и зрения уже далеко не так остры, мне их не вернуть. Это не простые овцы, а волшебные. Старые уже для такого счастья. Не поможешь ли мне? Пожалуйста, помоги. Так, в общем, нужно принять решение, не связанное с заданием, получается, увеличивать несчастье. Так, у меня нет времени, я тебе помогу. Что мне за это будет? Так, просто так, а за овцами я не погонюсь. За каждую возвращенную душу ты получишь несколько копеек. Ну, логично. Так. Так, ну что ж, договорились. Правдливая плата. Расскажи, как это сделать. Каждую ночь овцы придумывают загадку, которая проступает на их шерсти. Утром они уходят на пастбище, чтобы вернуть овец, и должен просчитать отгадку им на ухо. Так, хорошо. Так, в общем, надо найти овец. Какая-то у них загадка на шерсти нарисована, и получается ночью прошитать отгадку надо. Ух ты! Что это такое? Пчелы какие-то! Убиваем пчел! Какие-то пчелы размножаться умеют. Так, это у нас тупик, да? Тут нету ям дыр никаких. Ладно, идем дальше. Так, а это у нас тупик или нет? Кукуруза какая-то длинная. Так, ладно, она не бьется. Так. Вот. Так, овца. Одно бросил, целый гур взял. Что это? Так, это семя. Так, да, правильно. Угадал загадку. Что может увеличиваться, не уменьшаясь? Так, радость. Угадал. Так, и все, получается, две овцы? Что-то я прослушал. Так, где он, где он? Ты мне очень помог, парень. Это сопутствует тебе. Удача. Большая fortune beyond you. Так, а монетки мои где? Или это была... И была та самая плата. Которая из-за вес падала. Слабовастенько, слабовастенько. Так, еще овцу. Что можно завязать, но нельзя развязать. Разговор. Так. И еще овцу. Что разбивается, но никогда не падает. Так, сердце. Сердце можно разбить. Что идет то в гору, то с горы. Но остается на месте. Дорога это у нас. Так, ну все, еще две овцы. Идем, значит, сдаемся. Ты мне очень помог, парень. До сопутствия тебе удачи. Так, и все получается. Так, карта. Ну да. Дальше только путь наверх. Посмотрим, что здесь интересного. Так. Ой, как мы расстреляли с молота. Кто? Он как молот Тора его бросает. Так, а идем, значит, дальше. Так. Это кто у нас? Так, часть тела. Так, подбираем все части тела, которые падают. А это у нас что такое? Это горячие камни. Ну, скорее всего, у нас есть кузни. Это понадобится нам для... Оба, на печка. Для крафта чего-то. Так, печка. Здесь стоит старая каменная печь, изъеденная временем и непогодой. Так. Мы можем ее поискать, починить и напасть. Давайте починим для начала. Это же та... Это печка, которая там печет. Там поискать можно. В печи лежит свежий испеченный хлеб. И еще что-то. Так, подарить. Нет, дарить мы ничего не будем. Медная руда и хлеб. Это печка, которая там разговаривает. Так, а это что такое? Должно быть, он использовал это для своей защиты. Взять. Кусок вилл. Так, а это что у нас? Пола душе твоей. Я так рад, что мы встретились с дорогой кузнец. Я уже думал, что обречен. Должно быть, мой братец сильно беспокоится обо мне. Как ты оказался привязанным к дереву? Я продал на рынке все сено моего брата. Но на обратном пути домой шайка разбойников загнала меня в тупик. Обобрав. Жалься. Не оставляй меня здесь одного. Умоляю. Освободи меня. Так. Конечно, я тебя освобождаю. Пусть здесь, пока я не... Уверяю, в этом нет необходимости, но так считаешь, нужно. Тебе нужно найти 100 копеек. Удачи. Так, а я не понял. Я ж вроде нажал освободить его. Удачи тебе. Так, в общем, нам нужно найти разбойников, которые... которые украли денежку. Так.